Белорусский Республиканский Союз Молодежи объединяет юноши и девушек разного возраста от 14 до 31 года. Под эгидой организации проводятся различные мероприятия. Направлений в БРСМ множество, и одно из них – культурно-досуговая деятельность. В ее рамках проходят встречи развлекательного характера. На днях состоялось одно из таких мероприятий – турнир по страйкболу для работающей молодежи Московского района города Бреста, где собрались ребята, которые трудятся на различных предприятиях, в организациях и учреждениях. Сегодня у нас в фаворитах три таких команды. Это команда 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, постоянный участник наших соревнований. И вот уже второй год они являются победителями. И мы посмотрим сегодня, я думаю, что они опять останутся в победителях. Это команда комитета судебных экспертиз, это команда РУП Фармацея, ну и еще несколько команд, которые тоже сегодня участвуют. Площадкой для турнира был выбран лесной массив деревни Тельмы, и это не случайно. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и проходило оно в историческом для брещан месте, потому как именно в этом лесу начиналось освобождение Бреста. В зеленом массиве и сегодня можно увидеть много разрушенных дотов, заметить воронки от снарядов и невозможно оставить без внимания разрушенную линию укрепления. Но в настоящее время на этой территории проводятся только мирные игры. Ребята преследуют цель активно и безопасно провести время. Главная техника безопасности – это у нас глаза, мы всегда обязательно защита глаз, лица. Остальное уже в зависимости от полигона. То есть, если полигоны достаточно опасные, там где-то стройплощадки или там здания, допустим, а лес, он более безопасный, если, конечно, нет каких-то глубоких ям и оврагов. Для работающей молодежи участие в подобных турнирах – хорошая альтернатива привычным видам спорта. Такие игры помогают активнее и интереснее провести время и позволяют молодым людям стать более сплоченными. Кроме того, сами ребята говорят о пользе мероприятий. Молодежь раскрывает себя как личность в таких условиях. Словом, эффект от такого времяпрепровождения положительно сказывается как физически, так и эмоционально. Эмоции только положительные, впечатления также только положительные. Не могу сказать, что кто-то остался недоволен после сегодняшних соревнований. Даже команды, которые проиграли, у них буря эмоций, буря впечатлений. Все довольны, счастливы, рады. И, в принципе, будем и дальше участвовать в подобного рода соревнованиях. Ирина Кузьмич, Олег Короткевич, телекомпания БУК-ТВ.